Президиум Московского Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Строго конфиденциально Сведения о монархической организации Алмазный фонд были получены при розыске национальных сокровищ России похищенных из патриаршей ризницы в Московском Кремле Руководивший розыском Косачевский в настоящее время находится в подполье на Украине установили, что Алмазный фонд представлял собой некое подобие Белогвардейского кредитного банка призванного финансировать освобождение царской семьи и формирование офицерских отрядов на юге России Имущество фонда, состоявшее из ювелирных изделий оценивалось в 20-25 миллионов золотых рублей Похищенные боевиками Московской Федерации анархистских групп ценности фонда были переданы командиру анархистского отряда «Смерть мировому капиталу» Борису Галецкому который в свою очередь отдал их на хранение своей сожительнице Елене Эгерт По указанному на допросе Галецким адресу гражданки Эгерт не оказалось При обыске на ее квартире ценности фонда обнаружены не были Учитывая бесперспективность дальнейших поисков разыскное дело производством прекращено Начальник уголовно-розыскного подотдела Давыдов Юрий Кларов Расследование возобновить Радиоспектакль, часть первая Сколько до Тверской возьмешь? А чем платить будешь? Ежели бумажками не сойдемся Нам, гражданин, хороший день знаки ни к чему Нам бы что по части пропитания Ну вот это подойдет? Встала? Долежала я небось Ну да уж, ладно Где наша не пропадала В лучшем виде доставлю С ветерком Весна двадцатого Я возвращался в Москву с подпольной работой В столице республики встречала сырым дующимся реки ветром Про мозговым холодом и тяжелым С запахом Государь и императори Царствие ему небесное Да, Москва изменилась Исчезли ярко выкрашенные заборы и полисадники Ими зимой Исчезли спиленные И превращенные в дрова деревья Многочисленных скверов Бульваров и садов Заколоченные кресно-окрест досками Витрины магазинов Дома с облупившейся штукатуркой Унылые очереди у хлебных лавок Эх, ну, видали Замедлил и шаг Вот скотина бессловесная А понимает Вот здесь был трактир Отрада Излюбленный у нас лихачей место А теперь нет его Учреждений какой-то Ну, вот и приехали, милый человек Эй, на чаек бы Ну, что, еще триста ссылковых? Да нет, гражданин хороший Я же говорил Ну, ладно, вот Держи Осталось у меня Два соленых огурца Вот это другое дело Премного вам благодарен В тот же день Я был назначен начальником Бригады мобильцентра розыска Республики А утром следующего дня Старый сыщик Петр Петрович Борин С которым мы вместе Расследовали ограбление Патриаршей Ризицы Положенный на стол Разыскное дело По ценностям Контрреволюционной организации Алмазный фонд Почему дело после моего отъезда Было прекращено Более-менее ясно А вот Почему его возобновили Соблагодарите Прочесть вот это Письмо Леонид Борисович Здравствуй, Алексей Пересылаю тебе уже Третье письмо Но от вас Кроме той записки Которая вселила в меня Столько надежд Ничего не получил Впечатление Что цепочка связи с тюрьмой Где-то порвалась С тюрьмой Интересно Так Похоже, что красавец Водит вас за нос А кто такой красавец? Не знаю Допрашивает он меня По-прежнему ежедневно Преимущественно по ночам Но уже без кровопускания Деликатно Закончив официальную часть Красавец неизменно Переходит к разговору По душам Темы самые разнообразные Но без лучезарной Екатерины Разумеется Не обходится Ого Ха-ха Вчера он мило пошутил Во сколько я оцениваю Свою голову Аппетит у него Взрастает все больше и больше Боюсь, что моя голова Кажется тебе не по карману Аристократа видел Всего лишь раз На допросе А кто такой аристократ Тоже не знаете? Тоже не знаю Впечатление Что аристократ Успел начисто забыть Для чего Его сюда послали Он мне особого доверия Не внушает Он с красавцем На ты Но пора кончать Привет товарищам Лучезарная Екатерина Из тех вещей Что не покупается И не продается Это уникум Это первый экземпляр Дамского ордена Учрежденного Петром Первым Вознаменование заслуг Императрицы Екатерины В Прутском походе История ордена Святой великомученицы Екатерины Или ордена освобождения Такова Прутский поход Сложился для Петра Крайне неблагополучно Окруженному И прижатому к реке Русскому войску Грозила гибель Извещаю вам Писал император Сенату 10 июля 1711 года Что я без особливой Божией помощи Ничего иного предвидеть не могу Кроме совершенного поражения Или что впаду в турецкий плен А через три дня После этого письма Турки сняли свои заслоны И беспрепятственно выпустили Из Прутского лагеря Русские войска Какую именно роль сыграла В происшедшем Екатерина Неизвестно Но в манифесте О ее корнации Петр указывал Наша Любезнейшая Супруга Государина Императрица Екатерина Великой помощницей была В Наипаче В Прутской Компании с Турки О том ведмо Всей нашей армии По некоторым Свидетельствам Екатерина тогда Отдала туркам Все свои драгоценности По статусу Орден не полагался Украшать драгоценными камнями Однако для императрицы Было сделано Исключение Овал В центре креста Был заполнен Крупным рубином Резным Изображением Святой Екатерины Вес которого Определялся В 32 Карата По своим качествам Может соперничать С лучшими Рубинами В мире Извините, Петр Петрович Я задумался Вспомнил Как наш эксперт По поводу Каждой драгоценности Из алмазного фонда Читал мне Целую лекцию Так кто же автор письма? Не установлено, Леонид Борисович А кому адресовано? Тоже Так, значит Кто автор письма не установлено Кому адресовано тоже Кто такие красавец И аристократ Мы тоже не знаем Но Как письмо Попало к вам в руки Это вы Надеюсь знаете? Это знаю Есть такой налетчик По кличке Кустарь Мы за ним С 17-го Охотимся Так вот С неделю назад Удалось отыскать Некую гражданку На квартире Которую он Свою добычу хранит Там-то и нашли Это письмо Золотые вещицы Завернуты в него были Ага И попало Кустарю случайно Во время Какого-то налета А какого Это мы При личном свидании С ним выясним Так полагаю Что люди У которых Это письмо Хранилось Многое нам Рассказать смогут Да Но вы уверены Что наше свидание С Кустарем состоится? Не сомневаюсь Нет, Борисович Абовский он не знает С хозяйкой Квартиры мы Глаз не спускаем Как только Встретятся они Возьмем И запасной Вариантик Имеется Я составил Список земляков Кустаря Имеющих жительство В Москве Вы что же Их всех Пособники Кустарю определили? Всех Не всех А на одного Кое-какой Материал У меня имеется И Кустарь Говорят Ему как-то Визит нанес Да, интересно Кто же это Земляк Кустаря? Старый наш знакомый Ювелир-перекупщик Вы его знаете По патриарше Резнице проходил У-у-у Да, да, да Анатолий Федорович Глазуков Скажите, пожалуйста А я думал Он за версту Будет обходить Те места Откуда дорога Ведет в тюрьму Еще Помимо Наружного наблюдения За домом Глазукова Мы и внутренним Пользуемся Внедрили нашего сотрудника? Нет Его приказчик Филимонов Нам услуги Оказывает Ага Так что Кустарю деваться Некуда Куда ни кинь Везде клин Так с этим Вроде бы Все пока Ясно Вот еще что Петр Петрович Нам обязательно Нужно установить Место пребывания Анархиста Галицкого Ну это не так просто Ну мы попытаемся Использовать Легальных анархистов Это я возьму На себя А вы Попробуйте Заняться Еленой Эгерт Может быть за какую-нибудь ниточку И хватите Да Хорошо К моему немалому удивлению Отыскать людей Имевших В свое время Какое-то отношение К Московской Федерации Анархистских групп Оказалось Не так уж сложно Мне не задумываясь Перечислили десятка Два людей Которые могли бы пригодиться Среди названных Оказалась и фамилия Патриарха Русских бомбометателей Христофора Николаевича Муратова Его биография Пахла динамитом Мне он немало В свое время Попортил крови С сокровищами Патриаршей Ризницы И ценностями Алмазного фонда Я ожидал застать Муратова За разработкой Конструкции Новой бомбы Предназначенной Стать Надежным залогом Грядущего Счастья Человечества Но Ошибся Динамитный Старичок Сидел на козетке И мирно Пил Морковный чай Сахарином Здрасте Христофор Николаевич Касачевский Вы оказывается Живы А меня Уверяли Что вас еще В прошлом году Расстреляли В гуляй поле По приказу Махно Да Очень сожалею Христофор Николаевич Но Ничего Ничего У вас еще Все впереди Присаживайтесь Пожалуйста Не хотите ли чай Пожалуйста Чашечку Морковную Кстати Расходы Расходы Были Невелики Нестор Иванович Много не запрашивал По его раскладкам Гетманская голова Должна была Обойтись Нашей партийной Кассине Дороже парочки Поросят Я готов был Согласиться Ну вот Товарищи Не поддержали Так дело Ничем не кончилось Поросята Остались На Сухаревке Скоропадские В Киеве А никому Тогда еще Неизвестный Махно Уехал В гуляй поле Поросята Вы веселый Человек Ксачевский Да Чем же Обязан Мой дорогой Или вы пришли Поделиться Своими впечатлениями От встречи С Нестором Ивановичем Меня интересуют Некоторые события Восемнадцатого года Христофор Николаевич Допрос Ну что вы Что вы Дружеская беседа Почему Ценности Алмазного фонда Были отвезены В особняк Занимаемый Отрядом Бориса Галецкого Ах вон что Да Видите ли Мой дорогой В доме Анархии Бывало слишком Много случайных Посетителей А в особняк Занимаемый Отрядом Галецкого Посторонние Проникнуть Не могли Люди там Были наиболее Дисциплинированные Боеспособные Я ему доверял Борис Отличался Честностью В его отряде Расстреливали За каждый случай Грабежа Ну почему же он Тогда отдал Часть ценностей Своей любовнице Елене Эггерд Это он Сделал По моему Совету К нам Поступили Сведения Что вы Будете Разоружать Отряды Черной Гвардии Поэтому Квартира Эггерд Представлялась Мне Надежно Значит У Елены Эггерд Драгоценности Находились Только на хранении Разумеется Следовательно Вы ей тоже Доверяли В отличие от вас Мы всегда Доверяем Косачевску Ну это не ответ Христофор Николаевич Вы ее лично Знали Знал Давно С февраля 18 Через Гальцкого Да Она тоже Анархистка Беспартийная Эггерд Насколько мне Известно Стоял в стороне От политики Но сочувствовал Анархистским идеям Как и каждый Порядочный человек Бывала в доме Анархии Довольно Часто А раньше Вы ей что-нибудь Поручали Случалось А какого рода Были эти поручения Нетеррористического Характера Она уроженка Москвы По-моему Петербурга Но жила В Тобольске Служила там У кого-то В гуверрантах Позвольте Гальцкий ведь Кажется Сам тоже Из Тобольска Да Он что С ней познакомился В Тобольске Видимо И вместе Они в Москву приехали Борис говорил Что они встретились Здесь случайно Она тут Гостила У сестры А вы что-нибудь Знаете О ее сестре Она до сих пор Живет в Москве Представления не имею Я вообще Ее сестру видел Только один раз На квартире У Елены А куда Гальцкий уехал В мае Восемнадцатого К матери В Тобольск Да А затем Был В Екатеринбурге Он взял С собой Что-нибудь Из ценностей Фонда Вполне Возможно Революционная Деятельность Требует Средств А ведь Вы нас Не финансируете А где Гальцкий сейчас Во всяком случае Не в Москве Вы с ним Переписывались До середины Восемнадцатого Года Я бы вас Хотел попросить Об одной любезности Христофор Николаевич Прошу вас Вы не могли бы Познакомить меня С письмами Гальцкого К сожалению Но не имею Привычки Сохранять письма Ай-яй-яй Да и не было В них Ничего такого Чего бы Вы не знали В них Было лишь То О чем Вы предпочли Бы забыть Простите Охотно Прощай Мой дорогой Вы что-то Начали говорить Загадками Христофор Николаевич А вы не обращайте Внимание Какой же Старика Спрос Да и устал Я Не пора ли Кончать А Еще Несколько минут Христофор Николаевич Ну если Несколько минут Елену Эггерт Вы после марта Восемнадцатого Видели Видел Мой дорогой Раз в три Четыре А разве Она не уехала Вместе с Гальским А как же Она могла уехать Ежели Находилась В больнице В больнице Да В больнице После попытки Наложить на себя Руки В какой же больнице Она находилась А зачем вам А с чем же была связана Попытка самоубийства Вот уж Косачевская Это вам известно Лучше Чем мне Мы с Еленой Петровной Очень подробно Обо всем говорили Особенно О вас Обо мне Не понимаю Вы что-то Не договариваете Христофор Николаевич А вам бы хотелось Чтобы я договорил Естественно Вы в этом уверены Будем откровенны Мой дорогой С удовольствием Тогда объясните Зачем вам потребовалось Ломать комедию Какую комедию Да вот эту С алмазным фондом Ведь я все знаю От Галецкого И Эггер Что именно Все Расшифруйте пожалуйста Это все Елена Эггерт Из Москвы Никуда не уезжала О чем вам Косачевскому Известно лучше Чем кому бы то ни было Вы каким-то образом Установили квартиру Где находилась Эггерт И куда Галецкий Перевез чемодан С ценностями Когда Галецкого Арестовали Вы явились На квартиру К Эггерт Обманным путем Получили от нее Чемодан Сославшись На Галецкого Поняв Что произошло В действительности Эггерт Наложила на себя Руки Но ее удалось Спасти Я несколько раз Навещал ее В больнице Да Понятно Так-то Уважаемый Товарищ Косачевский Еще чашечку Чай Пожалуй Прошу вас Благодарю вас Ну Что скажете Дорогой Спасибо Дайте я поухаживаю За вами Размешаю В чашечке Сахарин Благодарю вас А вы попробуйте Не слишком сладко Нет Нет В самую меру Прекрасно Миколаевич Вы маг И волшебник Ваш чай Напоминает По вкусу Довоенный Очень рад Дорогой мой Появление Лжека Сачевского У которого Оказались Драгоценности Фонда Было неприятное И неожиданность Но я Все же Рассчитывал Извлечь И некоторую Пользу Из сложившейся Ситуации Муратов Считал Что я В восемнадцатом Году Присвоил Полученные У Эггерт Ценности А теперь Разыгрываю Комедию С их розыском Прекрасно А что же Должен Предпринять По его мнению Жулик Косачевский В первую очередь Видимо Устранить Опасных Свидетелей Особенно Эггерт Следовательно Петр Петрович Установить Круглосуточное Наблюдение За домом Муратова Будет исполнено Мир Борисович Видимо В ближайшие дни Муратов попытается Предупредить Эггерта Грозящей ей Опасности Считает Что она В Москве Скорее всего Да Иначе Он бы назвал Больницу В которой Она находилась А что Вам удалось Выяснить Немного Но кое-что Удалось Оказывается Елена Эггерт К тому же Была своим Человеком В доме Монархиста Месмера И что-то Связывало С сыном Генерала Олегом Месмером Какой Месмер Монах Валаамского Монастыря Совершенно Справедливо Старший Сын Генерала Месмера Брат Покойного Казначей Алмазного Фонда А из Уральской Чика К нам Поступили Сведения Что он Принимал Участие В неудачной Попытке Освобождения Сестры Царицы Ильзет Федна И потратил На это Немалую Сумму То есть Значит Можно предположить Что Елена Эггерт Отдала ему Хранящиеся У нее Ценности Именно Олег Месмер Арестован Уральской Чика Нет В начале 19-го года Его арестовали Колчаковцы И он Скончался От разрыва Сердца В омской Тюрьме Любовница Командира Анархистского Отряда Свой Человек В доме Монархиста Месмер Любопытно Очень Любопытно Сегодня В Петроград Уезжает Сухов Полагаю Он оттуда Привезет Еще более Любопытные Сведения Возможно Но нам Нужны не только Сведения О ней Нам Петр Петрович Нужна Она Сама Понимаю Авось Скоро И саму Отыщем Авось Авось Леонид Борисович Осмелюсь доложить Что в сыске Без авось Никак не обойтись Да и не только В сыске Косачевский аппарат На проводе Борин Леонид Борисович Извините Рай Бог За беспокойство Но только что Приказчик Ювелира Глазукова Филимонов Принес Табакерку Работы Позье Хозяин Поручил ему Починить Крапаны Испорчены Вот я и решил Эта табакерка Числится В описи Драгоценности Алмазного фонда Сколько час времени? Час ночи Я послал За вами Автомобиль Я ехал По ночной В Москве И опять Вспоминал Лекцию Прочитанную Мне нашим Экспертом Табакерка Работы Позье Уважаемый Леонид Борис Принадлежавшая Елизавете Петровне Представляет Собой Большую Ценность В 18 Веке Табак Нюхали Бочары И императоры Священники И воины По табакерке Можно было Судить Об имущественном Положении Ее владельца О сословии Которым он Принадлежал И даже О древности Его рода К каждому Костюму Полагалась Особая Табакерка Не отставала От моды Елизаветы Петровны Ее коллекция Считалась Одной из лучших В Европе А табакерка Работой Позье Являлась Жемчужиной Всего Этого Собрания Когда я приехал В Центророзыск В дежурке Помимо Борина И приказчика Филимонова Уже сидел Наш эксперт Лев Самойлович Которого Так же Как и меня Вытащили Из пластили Знаменитая Табакерка Была сделана В форме Рога Изобилия И густо Усыпана Драгоценными Камнями В центре Табакерки На овальном Фарфоровом Медальоне Была изображена В облике Минервы Ее владелица Императрица Елизавета Петровна В шлеме В голубом Плаще Она Воседала На пышных Как перина Облаках Которые Явно Прогибались Под ее Тяжести Императрица Улыбалась И в пример Мне она Все умела Воспринимать С улыбкой Хороший Был характер У Елизаветы А открывается Она Очень даже Просто И песенку Играет Вот на этот Бриллиантик Пальчиком Нажать надо О Действительно Позье Лев Санович Вне всякого Сомнения Эта табакерка Числится В описи Сокровищ Фонда Если не ошибаюсь За номером Семь Ежели вам потребуется Письменное заключение К вашим услугам Но Желательно Конечно Чтобы это было Днем Ночью Я предпочитаю Спать Я тоже Если я вам больше Не нужен То Разрешите Откланяться Всего доброго Вас отвезу Домой на автомобиле Благодарю вас Умелец Был и этот Позде Все превзошел Филимонов Посидите Походу В коридоре Любезнейший Нам что Можем В коридоре Так что же Будем делать А Петр Петрович Большой Конечно Соблазн Обыск провести У Глазукова Ведь не исключено Что все сокровища Фонда у него В сейфе лежат Тогда мы Одним ударом Дело заканчиваем Ну риск велик И Глазукова Можем спугнуть И Кустаря Тогда все На смарку Вам решать Леонид Борисович Как прикажете Да А какой В сейфе Ювелира Замок Система Гоббса Надежный Замок Надежный Надежный Но Видимо и такие Замки Иногда Портятся Бывает Так вот Надо Чтобы замок В сейфе Глазукова Испортился А слесаре Который Его Исправит Мы позаботимся Хотите Ознакомиться С содержимым Сейфа Другого Выхода У нас Нет Петр Петрович А табакерку Глазукова Пока верните Пусть только Приказчик Не забудет Починить Крапаны Проверка Ценностей Хранящихся В сейфе Была организована Настолько Умело Что Глазукову И в голову Не пришло Что приглашенный Его приказчиком Слесарь Слесарит Лишь В свободное От основных Обязанностей Время А сам приказчик Получил Дубликаты Ключей От сейфа Не узнал он Разумеется О том Что нашему Эксперту Который По ночам Предпочитал Спать Пришлось Вторично Отказаться От этой Привычки Увы Ценности Сейфа Мы могли Показать ему Только ночью К утру Они вновь С помощью Того же Приказчика Оказались На прежнем Месте Таким образом Уважаемый Леонид Борисович Как видно Из моего Заключения Кроме Табакерки Работы Позье Все остальное Никакого Отношения К ценностям Алмазного Фонда Не имеет Вижу Да Но у вас Тут отмечены Три шкатулки Лиморской Эмали 15 века 8 гем В том числе Гема Кентавры Вакханки Работы Придворного Речи Кридовика 15 Жака Гюэда 10 златников Великого Князя Владимира Равноапостольского И 5 золотых Монет Дмитрия Донского Совершенно Страведливо Перед войной Они экспонировались В музее Изящных Искусств Харьковского Университета Ага А как И когда Они оттуда Исчезли Этим Вопросом Занимался Я Леонид Ильич Я сегодня С утра Был в народном Комиссариате Художественно Исторических Имуществ Тогда Не смей Вас задерживать Лев Самович Отсыпайтесь Спасибо До свидания Слушаю вас Петр Петрович Во время Наступления Белых На Харьков В мае Девятнадцатого Года Для экспонатов Музея Был выделен Специальный Вагон В районе Белгорода Эшелон Подвергся Нападению Неизвестной Банды Коллекция Музея Была Начисто Разграблена Больше Этих Ценностей Никто Не видел Ну Почему же Никто Я Видел Вы Я Петр Петрович Я Видел И даже В руках Держал В том же Девятнадцатом Товарищи Повстанцы Революционной Армии Батьки Махно Нам Говорят Наши Командиры Что Приказы Надо Выполнять Верно Говорят Надо А только Тогда Надо Когда Те Приказы На трезвую Голову Приказываются А Ежели На пьяную Ежели Командир Пробил Не только Портки Но и Совесть Косачевский Корейша Ты Как Здесь Давненько Мы с тобой Не виделись Пожалуй С того Времени Как Тебя Изгнали Из семинария Что Приехал Батьку За советскую Власть Агитировать Ну А ты Что Здесь Делаешь В культ Отделе Атеистической Пропагандой Занимаюсь Только Никак Вы Не на словах У нас Пропаганда Действием Да Это Как же Иконы В костер Попак Стенки Ну Понятно В общем Все Разумные Добрые Вечные Да А ты Не Зубоскаль Косачевский Не надо Думаешь Я не понимаю Что Людям Нужен Бог Понимаю Вот Мы И Сделаем Богом Освобожденной России А затем И всего Мира Красоту Ну да Всемирный Культ Красоты Да Искусство Превратится В религию А его деятели В иерархов Новой Церкви Мы создадим Всемирный храм Искусств Где станут Молиться На полотна Рафаэля Рубенса И Тициана Мы туда Свезем Шедевры Скульптуры И живописи Из музеев Брюсселя Вены Парижа Дрездена Петербурга И Мадрида Не все Конечно Все Что связано С библейскими Или Евангелическими Сюжетами Мы уничтожим Перед Всемирным Храмом Искусств Будут Пылать Костры В которых Превратятся В золу И пепел Тысячелетние Заблуждения Человечества Ну что Погоди Погоди Кореч Но это Ведь так Сказать Будущее Нет Нет Казачевский Настоящее Основы Всемирного Храма Искусств Уже закладываются Здесь Гуляй Поле Сюда По указанию Культа Дела Сводятся Произведения Ювелирного Искусства Живописи Скульптуры На наших Складах Уже не хватает Места Но Скоро Нам выделят Дополнительное Помещение А этот Искупительный Огонь Будет Пылать 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 Пока Не охватит Весь мир А этот Корейша Был психически Нормален? Не уверен Но Меня Интересует Не столько Этот Сколько Другой Вопрос Каким Образом Экспонаты Музея Изящных Искусств Харьковского Университета Перекочевали Из культотдела Армии Махно В Москву И очутились Вместо Всемирного Храма Искусства Который Собирался Воздвиг Дочь Корейша В сейфе Глазукова Ну Предполагать Можно Всякое Да Да Вот именно И еще Одна новость Ну Надеюсь Что Хорошая Весьма Вы оказались Правы Муратов Решил Предупредить Эгерта Грозящие Ей опасности И нам удалось Установить Ее место Пребывания Ах Молодец Старик Молодец Я чувствовал Что он Не подведет Центророзыск А где же Она живет У сестры Здесь недалеко В Шереметьевском Переулке Прикажете Доставить А нет 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 Не будем Спешить Петр Петрович Главное Чтобы она Не скрылась Не упустим Вот и хорошо А с допросом Под дождем А на следующий день В Москву Из Петрограда Вернулся Сухов Всего за неделю Он ухитрился Собрать Весьма Обширный И важный Материал Которому Предстояло Сыграть Существенную роль В распутывании Некоторых узлов И узелков Этого Трудоемкого Дела Так вот Как оно Оборачивается Леонид Борисович Эгард Оказывается Была невестой Олега Месмера Он из-за нее И в отставку Вышел И в монастырь Потом подался Так Ну-ну-ну Подробнее Пожалуйста Елена Эгард Дочь придворного Парикмахера Поля Эгарда Ему покровительствовала Сестра царицы Елизавета А когда же Эгард познакомилась С Олегом Месмером? Видимо В 1911 году Во всяком случае В этом году Олег Месмер Он был тогда Полковым адъютантом Лейбгвардии Гусарского полка Подал в отставку И обручился с ней А за неделю До свадьбы Эгард Уехала в Тобольск Совершенно верно В ней тогда Приняла участие Сестра царицы И пристроила ее Думу правительницы У Тобольского губернатора А после того Как у Эгарда Казались ценности Алмазного фонда Она навещала Своего бывшего Жениха В Аллаамском монастыре Да Последний раз Она там появилась В конце марта 1918 года Одна появилась? Нет Свидетели утверждают Что ее сопровождал Какой-то господин В партикулярном платье Уж не галецкими случаями? Нет Род мистер Винокуров? Никак нет Винокурова на Валайме знают Кто-то другой Они тогда остановились В монастырской больнице И подолгу беседовали С Олегом Мессмером А затем Мессмер Покинул монастырь Увезя с собой на Урал Ценности фонда В чем дело? Убит Ювелир Глазуков Леонид Борисович Из сейфа похищена Табакерка И экспонаты Харьковского музея Изящных искусств Мне только что Телефонировал С поста наружного наблюдения Агент 2-го разряда Прозоров Что ж выходит Убили под бдительной охраной Нашего наружного наблюдения? Нет Прозоров не виноват Его обязанностью было следить Не появится ли в доме кустарь Инструкция Разве инструкция предусматривала Убийство человека За домом которого Следят работники милиции? В доме во время убийства Никого не было? Никого Кухарка на ночь к себе уехала Приказчик пораньше отпросился Он всю ночь на свадьбе У племянника гулял Он кстати здесь Филимонов Я здесь Здесь слушаюсь Вы в какое время обычно приходили К Галзукову? К Анатолию Федоровичу Да-да, к хозяину Как положено Ну а как положено? С позаранку положено К семи, значит Сегодня выходит запоздали? К Анатолию Федоровичу К нему самому К Анатолию Федоровичу Ну? Выходит запоздал А почему? Потому что Ежели вы Меня в чем подозреваете То напрасно Бог свидетель Да я вас не подозреваю А спрашиваю Почему сегодня Вы явились к хозяину Позднее, чем обычно? Гулял я нынче ночью По улицам? Зачем по улицам? Как положено гулял На дому Лидий Борисович На свадьбе, говорит Он был Вот, вот, вот Лемяш своего женил Сынка сестры, значит Потому и припоздал Ну что, всю ночь на свадьбе были? Всю ночь Чтоб без обиды А покойного предупреждали Что придете позже обычного? А как же А как же Давич предупреждение о том Сделал Так, дескать И так Свадьба, значит И все такое Прочее Так что Малость припоздаю Извиняйте Ну, а он что? Да ничего Гуляй, говорит Филимонов Делов, говорит У нас с тобой нынче Немного Не то, что в старое время Чего не погулять Что ни день, то воскресенье Настоящий наш покупатель Дескать или помер Или в хлебные края подался Потому, хоть утром И без тебя Очень даже Свободно управлюсь Вы когда Глазукова ушли? На свадьбу-то Видно Часа в четыре Пополудни Может в пять Хозяин один остался? Один Ждал кого-нибудь? Будто нет Весел Дайче был Анатолий Федорович Не вещало Видать Сердце Чего дурнуло А прихожу Сегодня Нет Человек Вчера был А сегодня Нет Вот оно как Не зря Видно Говорят Что промеж Жизни до смерти И бложка не проскочит За всегда так Живем с поглядкой А помираем В попыхах Вы только про меня Чего не подумайте Гражданин Косачевской Я Анатолию Федоровичу Хорошо ли Худо ли Двадцать лет Служил Всякое Конечно Бывало И плохое Было И доброе А двадцать Годков Никуда Не скинешь Потому И Сострадание К нему Имею Как Бессострадание Бессострадание Никак нельзя Хоть и эксплуататор он был А все же Благодетель мне Филимонов Дубликаты Ключи от сейфа У вас? Нет Леонид Борисович У меня После завершения операции С проверкой сейфа Филимонов Мне их вернул Ну поехали Петр Петрович А мне как же С вами Или Остаться Леонид Борисович Пусть он подождет нас В дежурке Да ну пожалуй Посидите пока У дежурного Филимонов Газету почитайте Когда вернемся С Петром Петровичем Вас пригласим Не возражаете? Чего тут возражать? Я человек Маленький Как прикажете В машине было душно И я вдруг впервые По-настоящему понял Что в Москве уже лето По-настоящему По летнему Громыхали Вызванивали Старенькие трамваи С выбитыми стеклами Весело Отбивали Дробь По выщербленной Мостовой Копыты Извощище Клячь Пас Разрешите доложить Это вы Осуществляли Наружные наблюдения? Так точно Ну-ну Докладывайте Время убийства Установлено? Только что Уехал Судебно-медицинский Эксперт Он считает Что смерть Наступила вчера Между Шестнадцатью И двадцатью Часами А уточнить Время Нельзя? Почему нельзя Товарищ Борин? Можно? Правда Есть у меня Мысль Ну что ж Поделитесь Этой мыслью С нами Если вас Это не затруднит Разумеется Так похоже Что видел я Убийца Товарищ Косачевский Он около Семнадцати часов Глазукову В дверь позвонил Пробовал у него Около часа Когда уходил Ювелир его Не провожал Только поэтому Вы считаете Что он убил Глазукова? Никак нет Тут ведь Вот какое дело Примерно минут Через двадцать После ухода Посетителя К ювелиру Наведывался Его сосед Петельников Несколько раз Звонил Ему не открыли Вернулся Через полчаса Снова звонил Бестолку Свет в окнах Дома не горел И до утра Больше никто Не появился Да Ну а как же Выглядел этот Посетитель? Брюнет Среднего роста С бородкой У сами лет Двадцати Двадцати пяти По одежде Студент Института Гражданских инженеров Темно-зеленая Тужурка Фуражка С бархатным Околышем Кроме вас Его еще Кто-нибудь видел? Портной Вон с того дома Только путает он Что-то товарищ Борин Выпивший был что ли Да вот он сам Семенюк Пойди сюда Семенюк Что Семенюк? Семенюк уже здесь Семенюк Ты уверен Что неизвестный был Взем в гусарском френче? А как же Я с четверть века Портняжу И пальцы Портняжи И глаз Увижу кого Как личность Определю По одежде Вы как скажете Гражданин из бывших Гуляет А я не так Визитка цвета Моренго Променад совершает Или еще К пример Однобортный сюртук Черным французским Шелком За таракотовой юбкой Со вшитыми карманами Ухлестывает Ремесло Завсегда ремесло Ну а сколько Приблизительно Лет Было неизвестного? Земгусарскому френчу Лет на тридцать Смотрелся Вы его раньше видели? Видел Где? Да здесь На Казихе В чайное общество трезвости Сидел он в местях С солдатскими шароварами В вытяжных сапогах Да кипяточком баловался Давно это было? Да на той неделе В четверг Али в среду Только в другой одежде был Земгусарский френч Шаровары те же А китель офицерский И без усов Ну а как же он ухитрился Отрастить их за несколько дней? Сам удивляюсь Товарищ милицейский А вы любезнейший? Никак нет Никак нет Верезый был Понятно Пройдем в дом Леонид Борисович Пожалуй А как с отпечатками пальцев? Бесцветных нет А кровяные имеются Но плохие Смазанные Из чайку привозили? Привозили Но следа не взяла То ли нюхательный табак То ли еще какая-то пакость Никаких следов борьбы В прихожей у Глазукова Не обнаружили Похоже было Что ювелир Принял убийцу За обычного посетителя Возможно Знал его раньше Во всяком случае Глазуков провел Молодого человека В контору Где между ними Состоялся какой-то разговор Во время этого разговора Убийца неожиданно Нанес Сильный удар кинжалом Когда смертельно раненый Глазуков Сполз на пол Тот, видимо Не уверенный Что хозяин лавки убит Выстрелил в него В упор Через диванную подушечку Затем он вынул У Глазукова Из кармана халата Связку ключей Прошел в спальню Открыл сейф Переложил все находившиеся В нем драгоценности К себе в портфель Или саквояж Вымыл руки На полотенце Были обнаружены Кровавые следы И на глазах Нашего агента Второго разряда Бдительного Прозорова Которому было дано Задание наблюдать Преспокойно Покинул дом ювелира Убийцей мог быть И человек Присланный сумасшедшим Корейшей И сам Корейша И кустарь И кто-то из соседей покойного Предположений было множество Но все они были Только предположениями А через день После убийства Срочная телеграмма Вне очереди Москва Центророзыск Республики Начальнику бригады Мобиль Косачевскому Л.В. Настоящим Довожу до вашего сведения Что во время Антиколчаковского Восстания в Иркутске В январе сего года На станции Иннокентьевская В сборном эшелоне В сборном эшелоне Были обнаружены Архивы Колчаковского Министерства Внутренних дел Среди этих материалов Есть документы Имеющие касательство К ценностям Алмазного фонда Направляю вам копии Субтитры создавал DimaTorzok Срочная телеграмма Вне очереди Москва Центророзыск Республики Начальнику бригады Мобиль Косачевскому Л.Б. Настоящим Довожу до вашего Сведения Что во время Антиколчаковского Восстания в Иркутске В январе сего года На станции Иннокентьевская В сборном эшелоне Были обнаружены Архивы Колчаковского Министерства Внутренних дел Среди этих материалов Есть документы Имеющие касательство К ценностям Алмазного фонда Направляю Вам Копии Юрий Кларов Расследование Возобновить Радиоспектакль Часть Вторая В первую очередь Леонид Борисович Вот посмотрите Донесение Старшего инструктора Осведомительного отдела Колчаковского Губернского управления Государственной охраны Вот оно В связи с циркуляром Департамента полиции О ценностях Петербургской Монархической организации Алмазный фонд Имею честь сообщить На благотворительном бале В гостинице Лондон Гражданская жена Коменданта Омска Госпожа Ясинская Привлекла к себе Всеобщее внимание Оригинальными Серьгами В виде бриллиантовых Каскадов С большими Десять-двенадцать каратов Свободно висящими Грушевидными Сапфирами Ха-ха Ясинская Ясинская Петр Петрович А как звали Женщину Которой Винокуров увлекся В Варшаве Когда был там Селеный Эйгерт Ясинская Ванда Ясинская Да неужели та самая Да похоже Что так Леонид Борисович Тут кстати говоря Имеется и письмо Винокурова Он оказывается У Колчака Был начальником Екатеринбургского Отделения Контрразведки Вот как Так Минуточку Давайте будем Соблюдать очередность Читаем дальше Онные Серьги Каскады Опознаны Госпожой Бобровой Новгородской Как некогда Ей принадлежавшие И пожертвованные Ею В алмазный фонд Появились они У госпожи Ясинской Около месяца назад Когда она вернулась Из Екатеринбурга Где гостила У своей Приятельницы Мужу Она сказала Что серьги Ей подарила Приятельница Что представляется Крайне сомнительным Учитывая Некоторые данные Полученные От наших Осведомителей Есть основания Предполагать Что Серьги Каскады Подарены Ей В Екатеринбурге Любовником Установление Личности Онного Имеет Существенное Значение Для розыска Ценностей Алмазного Фонда Посему Полагал бы Целесообразным Свой выезд В Екатеринбург Для негласной Проверки Вышеуказанного Предположения Так А вот и Резолюция Начальника Управления Согласен В избежании Возможных Недоразумений Екатеринбургский Орган Государственной Охраны И контрразведки О данной Командировки И ее целях Не Информировать А вот письмо Винокурова Начальнику Колчаковского Губернского Управления Государственной Охраны Ага Так Так Значит Шеф У этого Осведомителя Да Так Из вчерашней Встречи С прибывшим В Екатеринбург Комендантом Омска Дорожайший Владимир Семенович Понял Что ваши Недоброжелатели Немало Потрудились Чтобы очернить Вас В глазах Генерала Он убежден Что вы хотите Превратить Пресловутые Серги В адскую Машину И подложить Эту машину Под него И очаровательную Ванду Он утверждал Что вы установили За ним И Вандой Слежку Что засылаете В Екатеринбург Своих агентов И прочее 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 Чтобы убедить Гости Что вы сугубо Порядочный человек И ничего против него Не замышляете Мне пришлось Выложить Все свое Красноречие Что же касается Интересующего вас Вопроса То знаю Лишь Что после Ограбления Патриаршей Ризницы Ценности Алмазного Фонда Попали в руки Московского Анархиста Галецкого Банда Коева И по сию пору Доставляет нам Столько хлопот Видимо Галецкий Использует Скромного Обнаружен Труп Вашего Сотрудника Каверс Вот Вот Теперь Пожалуй Мы можем Допрашивать Елену Эггард Думаю Что эти документы Заставят Ее быть Достаточно Откровенной Кстати О стервицах Кустарь Не давала Себе знать Перехватили Его записку К той Гражданке Собирается Ее завтра Навестить Так что Если не будет Чего-либо Непредвиденного То Вы по дереву Постучите До завтра Леонид Борисович Всего вам доброго До завтра К концу Гражданской войны Русские женщины Из общества Значит Не изменили Свой традиционный Облик Виной тому Были и Копоть Горевших Повсюду Родовых Дворянских Усадеб И отсутствие Воды В городских Водопроводах И астрономические Цены На мыло И то Что поэтические Шелка Превратились В вульгарную Мануфактуру Привередничать С туалетами Не приходилось И блоковские Незнакомки Научились Обходиться Шляпками Из ломберного Сукна Платьями Из гордины Дырявой Обувью Зашнурованной Веревочками Выкрашенными Фиолетовый цвет Чернилами Как ни странно Но Эггард Все эти Неприятности Военного Быта Не коснулись Она напоминала До военного Ангела Который Пересидел На небе Спустился На землю И заглянув Мимоходом На Сухаревку Где обменял Крылья На косметику Украсил Наконец Своим присутствием Мой скромный Кабинет Я арестована Что вы Что вы Что вы Ирина Петровна Вы даже Не задержаны Просто вам Передали мою просьбу Посетить нас И вы Любезно На нее Откликнулись Вот как Да Но поскольку Вы здесь Мне бы хотелось Задать вам Несколько вопросов Присаживайтесь Пожалуйста Спасибо После посещения Вами В марте 18-го года Валаамского Монастыря Ваш бывший Жених Олег Григорьевич Мессмер Неожиданно Покинул Монастырь И вскоре Оказался В Алапаевске В то время В Алапаевске Находились Под арестом Члены Царской фамилии Олег Григорьевич Пытается Организовать Побег Сестры Царицы Елизаветы Федорной Вашей благодетельнице И благодетельнице Вашего отца При этом Он Щедро Раздает Деньги По самым Скромным Подсчетам Им было тогда Потрачено Не менее 25-30 тысяч Золотом А как нам С вами Хорошо известно Род мессмеров Никогда не отличался Богатством Не правда ли? Да, но ведь Кто-либо мог Финансировать Поездку Олега Григорьевич Да Вот видите Но кто? Например Вы Елена Петровна У меня Никогда не было Ни поместья Ни счета В банке Однако У вас Хранились Ценности Монархической Организации И Алмазный Фонд Вы имеете Ввиду Тот чемодан Который привез Ко мне на квартиру Галецкий? Да, да, да Вы прекрасно понимаете Что я имею ввиду Да, но Тот чемодан Был у меня Отобран Чинами Соскной Милиции А когда У вас Отобрали Чемодан? Нет Я точно Не помню По вашему Собственному Заявлению Заявлению Галецкого И Муратова Чемодан С ценностями Алмазного Фонда Был у вас Якобы Изъят В апреле 18-го Года Не раньше Какое Это имеет Значение? Весьма Существенное Ко времени Отъезда Из монастыря Олега Григорьевича Мессмэра То есть В марте 18-го Ценности Фонда Находились В полном Вашем Распоряжении Не хочу С вами Спорить Может быть Вы тут И правы Но А кто Вас Отобрал Чемодан С ценностями? Я уже Говорила Чины Московской Сыскной Милиции Вы называли Галецкому И Муратову Если я не ошибаюсь Конкретную Фамилию Называли? Да Чью? Косачевского А кем Он тогда Был? Заместителем Председателя Совета Милиции Или чем-то В этом роде Но ведь Вы мне Опять не верите Вы же Мне не верите Нет Не верю Почему? Но только Потому что Косачевская Это я А мы С вами Встречаемся Впервые Елена Петровна Так Чего Вы от меня Хотите? Честного Ответа На несколько Вопросов Спрашивайте Те Кто Пришли К вам С обыском Надеюсь Предъявили Мандаты Да Главный Показывал Мне свой Мандат И ордер На обыск А понятые При обыске Присутствовали? Понятые? Ну Дворник Соседи Еще кто-нибудь Нет Только они Вот тот Что выдавал Себя за вас И еще Двое А почему Вы не попросили Пригласить Кого-либо Из домового Комитета Или союза Квартиросъемщиков Я Была слишком Растеряна И подавлена Происходящим Ну Поставьте себя На мое место Да Ну что Да Это естественно Они открывали При вас Чемодан Или Так и увезли Его закрытым Они Открыли Чемодан И Быстро Ознакомились С его содержимым Чувствовалось Что они Торопятся Но содержимое Они сверили С описью Драгоценностей Алмазного фонда Я вас слушаю Елена Петровна Вот тот Которого я считала Косачевским Иногда заглядывал В бумагу Но была ли То опись Драгоценностей Или Иной документ Я судить не берусь Я Ой как Я была так Подавлена Происходящим Но Видимо Это Была все-таки Опись Да Определенно Опись Вы можете Так и запротоколировать Ну что Он остался Доболен Кто Ну тот Кто выдавал Себя за Косачевского Как вам Сказать Ну видимо Так как Было В действительности Убедившись Убедившись в отсутствии Некоторых вещей Главарь был Явно Раздосадован Вот как Весьма Любопытно Он Сразу Обратил Внимание На это Обстоятельство Сразу Ведь Отсутствовало Довольно Много Ценностей Да Это Должно Было Броситься Ему В глаза Кстати Елена Петровна Он у вас спрашивал о судьбе исчезнувших из чемодана ценностей Да А как же вы объяснили их отсутствие Я ему сказала все как оно было Я не умею лгать Я объяснила что Галицкий отобрал эти вещи И куда-то их унес Что он собирался их продать или заложить для какого-то дела А какого я не знала И что ж человек выдавший себя за Косачевского Его удовлетворили ваше объяснение Он вам поверил? Ах Не все ли мне равно Леонид Борисович Я понимающе кивнул головой И попросил перечислить Отобранные Галицким вещи Я делал вид Что нам они известны Не хуже чем ей Но что поделаешь Формальности приходится соблюдать Увы Мы с ног до головы Опутаны ими Я ожидал Что перечень Начнется Серег Каскадов Из-за которых в Екатеринбурге погиб агент-осведомитель А в Иркутске был арестован Олег Мессмер Но ошибся В апреле 18-го Серги Каскады По утверждению Елены Эггерт Еще покоились в чемодане Галицкий их не продавал и не закладывал Вместе с другими ценностями Вместе с другими ценностями алмазного фонда Они были присвоены Лже Касачевским А может быть Елена Петровна Вы их перепутали С какими-либо иными драгоценностями Но если вы имеете в виду Серги Фаберже В виде бриллиантовых каскадов С большими грушевидными сапфирами То я ничего не перепутала Ошибка исключена Именно эти серьги я и запомнила А почему? Ну что ж, я готова признаться Это, конечно, нехорошо Но, в общем, я их примеряла перед зеркалом Ну что поделаешь, Леонид Борисович Женщина всегда остается женщина Я их доставала в этот злосчастный день Благо они лежали в чемодане на самом верху В черном футляре с золотым тиснением Очень изящные и красивые серьги И похожие носила некогда моя мать Но эти были, конечно, значительно дороже тех Мне раньше просто не приходилось видеть Таких крупных грушевидных сапфиров Чистейшей воды Целое состояние и бриллианты Ах, какие в них были чудесные бриллианты Кстати, Елена Петровна Может быть, я коснусь неприятных для вас воспоминаний Но уж таковы мои обязанности Где вы жили во время посещения в 12-м году Варшавы? Я имею в виду совместную поездку с Винокуровым Вначале Винокуров снимал номер в гостинице Бристоля Затем мы переехали к его приятелю на дачу Вот, но мне там не понравилось И мы снова вернулись в Бристоль Если я не ошибаюсь, тогда при гостинице Бристоль Имелось кабаре «Белый филин» Вы не ошибаетесь Вы там бывали? Да, несколько раз А вы певицу из кабаре помните? Певицу из кабаре Такую белокурую девочку Да, да, да Ванду Ясинскую Очень смутно Кажется, она тогда находилась на содержании приятеля Винокурова Вот того, чьей дачей мы воспользовались Я запамятовала его фамилию Ну, а в Петрограде? Что в Петрограде? Когда в конце шестнадцатого года Ясинская объявилась в Петрограде В театре «Веселая минута» Вы с ней не встречались? Я? С какой стати? Да нет, я просто спрашиваю Да нет, конечно Она меня никогда не интересовала Ни как певица, ни как человек А господина Винокурова? Ну, думаю, ваш вопрос лучше всего адресовать ему Согласен, но в данном случае Мне хочется рассчитывать на вашу любезность Ну, что вам сказать Я ведь тогда уже совсем не им, не его жизнью не интересовалась Но я не думаю, чтобы он был среди поклонников этой певички Нет Я не думаю При всех его недостатках Их у него имелось неисчислимое множество Он обладал достаточно изысканным вкусом Этого у него не отнимешь Видимо, сказывалась порода Я, признаться, верю в голубую кровь Ну, разрешите мне вопрос Я понимаю, что при допросах этого не полагается Нет, нет, ну отчего же Почему вас вдруг заинтересовала эта дама? Ведь она уж наверняка не имеет никакого отношения Ни к ценностям алмазного фонда Ни вообще ко всей этой истории Я уверена, что она уже давно поет Или танцует где-нибудь в Париже или в Берлине Да, может быть Но дело в том, что в 19-м году она еще находилась в России Вот как? Где же? В столице Колчака В Омске, Елена Петровна Любопытно Безусловно Но еще любопытней, что оттуда она ездила в Екатеринбург Где служил тогда господин Винокуров А самое любопытное заключается в том, что из Екатеринбурга в Омск Она привезла эти знаменитые серьги-каскады О которых мы с вами так подробно говорили, Елена Петровна Вы хотите сказать? Нет, нет, Елена Петровна, я ничего не хочу сказать Абсолютно ничего, за исключением Понятно, что я вам уже сказал Мне бы только хотелось, чтобы вы прочли Вот эти документы Документы? Да-да, вот в этой папке, вот здесь Вот, прошу вас, вот здесь Да-да, я благодарю Благодарю Прошу вас, выпейте Благодарю Мерзавец Мерзавец Подарил этой шлюхе украденные у меня серьги Теперь она, видимо, уже читает резолюцию директора Колчаковского департамента милиции Как он там написал? Да Против ареста и топирования ОГЭ Мессмера в Омскую следственную тюрьму Не возражаю А может быть, уже она добралась до уведомления начальника тюрьмы о его смерти? Может быть, я прислушался Снова шелест страниц Затем тишина Значит, дочитала Да, я солгала Я никогда не любила Олега Григорьевича Мессмера И стыдилась этого Он заслуживал настоящей любви, которой достойны немногие Он честный, благородный Великодушный человек Все прощающий людям и ничего себе Ну, что поделаешь Русские говорят, сердцу не прикажешь Банально, да Банально, но от того, что истинно банально Она не перестает быть истинной Я неблагодарная подлая тварь Но иной я быть не могла И когда Винокуров поманил меня пальцем Я забыла про все и пошла за ним Мне нужно было от него так мало Но я не получила и этого Он готов был завести интрижку с кем угодно А потом Потом промелькнувший, как в кошмаре Все эти страшные годы Война, февральская революция, октябрьская Я пыталась забыть о нем Мне казалось, что это мне удалось Мне казалось И потом случайная встреча У общих знакомых И все началось заново Знал ли Винокуров, что у вас хранятся ценности Алмазного фонда Разумеется Потом он предложил мне вместе с ним уехать за границу Да, мы собирались взять с собой драгоценности Ради него я готова была на все На любую подлость На любое преступление Он увез чемодан днем А вечером он должен был заехать за мной Но он не приехал Я прождала всю ночь Напрасно И тогда я поняла, что вновь обманута Что единственное, что мне осталось Это умереть К несчастью меня спасли Зачем? Кому теперь нужна моя Жизнь? А этот мерзавец по-прежнему процветает Итак, Елена Петровна Все оставшиеся в чемодане ценности Алмазного фонда Были вами в апреле 1918 года Добровольно отданы Господину Винокурову Да И больше никакими сведениями О Винокурове и ценностях Вы не располагаете, да? Да История с человеком, выдавшим себя За Косачевского Вами придумана Мне не оставалось ничего иного Как... Елена Петровна, еще один вопрос Так кто же приезжал с вами В марте 1918 года В монастырь к Олегу Месмеру? Нам известно, что с вами был господин В партикулярном платье С выправкой военного И нас интересует этот господин Это был Жакович Анатолий Жакович Он и финансировал поездку Олега в Сибирь Жакович? Сын фабриканта Жаковича? Ну, насколько я помню Он был октябристом Потом кадетом СССР Но финансировать спасение царской семьи Анатолий всегда считал Что порядочный человек Должен так же часто Менять свое убеждение Как нательное белье Ни то, ни другое Не следует занашивать Утверждал он В то время он был монархистом Сейчас кажется анархистом Ну что ж Будем надеяться Что вы сказали правду Елена Петровна Еще только одно уточнение Не помните ли вы Какие ценности для продажи Отобрал тогда Галецкой? Точно не помню Но, по-моему Гермогеновские бармы Жемчужину пилигрима Батуринский грааль Брошь северная звезда Амулет княжны Таракановой Амулет княжны Таракановой И не спорьте со мной, Леонид Борисович Со мной опытным экспертом Известно Что амулет княжны Таракановой В среде русских ювелиров Назывался еще Емелькин камень Это он представляет собой Медальон В форме сердца Из белого горного хрусталя Обрамленного Золотой и серебряной сканью В скань Вставлено Усыпанное Алмазами Кольцо Оправа Для крупного 18 каратов Восточного изумруда То есть Зеленого корунда Который является Исключительно Редким камнем Значительно Превосходящим По красоте Блеску И твердости Лучшие Изумруды У медальона Своя легенда Уважаемый Леонид Борисович Говорят, что он принадлежал Княжне Таракановой Известной авантюристке Выдававшей себя за дочь Русской императрицы Елизаветы И графа Разумовского Объявившись во время Русско-турецкой войны И восстания Пугачева Тараканова пыталась Использовать и то И другое В своих целях Она утверждала, что Пугачев Ее сводный брат Сын Разумовского От первой жены Искусственный Храбрый генерал И математик Человек, обладающий Редким даром Привлекать К себе симпатии Народа Тараканова обращалась С письмом К Пугачеву Молва утверждала, что Для Пугачева Был также отправлен И этот медальон Любопытно, что При аресте Пугачева В его кошельке Обнаружили два камня Один из них Белый восточный Хрусталь В форме сердца Старшему инспектору бригады мобиль Центра розыска республики Товарищу Борину П.П. Рапорт Настоящим Ставлю вас в известность Что сегодня вечером Около Двадцати Одного Часа Мною и Прикомандированными К бригаде мобиль Сотрудниками Московского уголовного Розыска Задержан В Свиньинском переулке Подозрительный гражданин Который при задержании Оказал вооруженное сопротивление Пытаясь произвести выстрел Из личного оружия системы Наган И бросить гранату Системы Лимонка Благодаря мужеству И находчивости Проявленным Нашими товарищами Подозрительный был Обезоружен И доставлен в стол Приводов Московского Уголовного розыска Задержанный гражданин Оказался Федором Перхотиным Известным Под кличкой Кустарь Кустарь был Своеобразной личностью С той же тщательностью С какой он некогда Вырезал ложки Кустарь совершал И свои налеты Иной на удачу Понадеется Другой лихость Захочет показать А кустарь Спустя рукава Никогда не работал Вы и сами будете Допрашивать кустаря Леонид Борисович Нет-нет Вместе с вами Петр Петрович Ну что ж Введите задержанного Мое почтение Господа хорошие Здравствуйте Здравствуйте Федор Геннадьевич Только господ нынче нету Граждане Садитесь Премного Благодарны Закурить не желаете? Да мы вроде бы уж Курили Ничего-ничего Берите Вот папиросы Не в том дело Для здоровья Говорят Вредно А правильно говорят Это вы верно Здоровье Надо беречь Несколько вопросов У нас к вам Федор Геннадьевич Если вы не возражаете Конечно А чего нам возражать Мужчинский разговор Он и есть Мужчинский разговор Вот Вот А что было То было Чего не было Того не было Грех Он грех и есть Да только Кто не грешен От одного греха бежишь А в другой спотыкаешься Известно Какая рука Крест кладет Кай нож точит А философ Давайте к делу Да преж Своё неудовольствие Высказать желаю А чему же ты Мы провинились Федор Геннадьевич Камера Что камера Тесновато Клопы беспокоят А клопики бегают Верно Да не в том дело А в чем же Компания неподходящая Во Публика А не народ Одни Обмежуи Да мазурики Трава Подзаборная Ни единого человека С поведением Камеру-то мы Подберем Самым избранным Обществом Премного Благодарны Но Услуга за услугу Федор Геннадьевич Это уж Как проверка Алиных людей Не положено Совершенно верно Мой дорогой Взгляните Вот на этот рисунок Узнаете Шкатулку А как же не узнать Ежели мы ее Анатолию Федоровичу Глазукову Еще в апреле Продали А вот это Федор Геннадьевич Это Да Самоцветы С резными картинками Да Тоже узнаем Тоже Анатолию Федоровичу Продавали И вместе Со шкатулкой Вместе Анатолию Федоровичу Письмо Письмо для аккуратности Чтобы завернуть А кто навел На квартиру Без наводки работали По счастливому случаю Брали Адрес Адреса Не помним А привезти это Пожалуйста С милой душой На покровке Та квартира Лесенка там А дверь То ли кожей То ли клеенкой Обита По цвету Помню Зеленый Редко кто Зеленый Обивает Вот завтра Вы туда Вместе с Петром Петровичем Отправитесь О том Чтобы вас перевезти В другую камеру Я сейчас договорюсь Примного Благодарный Увезти Задержанного В тот день Мы засидели С центра розыски Допоздна Необходимо было Обработать Обширные Материалы Допросов Составить Списки Драгоценности Прикинуть По каким Каналам Можно установить Местонахождение Винокурова Который С середины 19-го года Уже Подвязался Якобы В ставке Генерала Деникина Наметили мы И каким образом Следует Собирать Дополнительные Сведения Об Анатолии Жаковиче Который По словам Эгерт Считал Что порядочный Человек Должен так же Часто Менять Свои убеждения Как и Нательное Белье Ой-ой-ой Оказывается Уже Десять вечера Леонид Борисович Да Бежит Время Петр Петрович А как Движется Расследование Убийства Ювелира Ну Хвастаться Покуда Нечем Но Кое-чем Мы все-таки Располагаем Прав не Прозоров А Портной Сосед Убитого Ювелира Пить он Пьет верно Но Разума Не теряет Ага Земгусарский Шивьетовый Френч Офицерские Шаровары И сапоги Совершенно Справедливо А противоречия В описании Внешности Убийцы Это вы Касательно Бороды И усов Мне так уж Трудно Обзавестись Фальшивыми Леонид Борисович Наклеил И отодрал Да А не играли Это воображение А Петр Петрович Может и игра Как вы Изволили выразиться Не смею спорить Да только Гражданина О коем Говорил Портной Видели Накануне Убийства И другие И при усах И бизонах И в описании Одежды Расхождения Нет А как же Расценивать Тогда показания Нашего Прозорова Не знаю Леонид Борисович Покуда Не знаю Я Прозорова Кстати говоря Хочу взять с собой На завтрашнюю Операцию Есть у меня Кое-какие Соображения Ну что же Давайте Я тогда сказал Давайте Не расспросив Борина Какие у него Соображения По поводу Прозорова И случилось Непредвиденное Кустарь сидел В таганской тюрьме Или как тогда Говорили в таганском Допре Доме предварительного заключения Предполагалось Что Борин и Прозоров Встретятся В 8 утра В комендатуре Допра Возьмут Кустаря И отправятся На Покровку Где находилась Интересовавшая Нас квартира Но Борин Задержался Так как Вынужден был Выехать На Сухаревку Где В Бокалейном ряду Обнаружили Труп сотрудника Нашей бригады Он Задержался Всего на полчаса Но К его приезду Прозоров Уже оформил В комендатуре Документы Получил Кустаря И уехал С ним на извозчики А два часа спустя На мой письменный стол Легла докладная Когда мы подходили К расположенному У Покровских ворот Салону искусств Подследственный Перхотин Неожиданно Напал на меня Пытаясь обезоружить А когда А когда мы подошли К салону искусств Перхотин Схватив меня За кисть Правой руки Пытался Обезоружить Я вырвал руку И отбросил Его ударом В челюсть Он как мне показалось Опять хотел На меня кинуться Но затем Верно Раздумал И бросился Бежать Вдоль правой стороны Белгородского проезда Мимо булочной К интендантскому Вещевому складу Да Ну вы уже писали Об этом Своем объяснении Да Разрешите Закурить Пожалуйста Курите Так Ну А теперь давайте Разберемся Да в чем тут Разбираться Товарищ Косачевский И так Все ясно Ну я хочу Кое-что Уточнить Слушаю Когда Перхотин Побежал По Белгородскому Проезду То вы пытались Его преследовать Простите Вы бежали за Перхотиным И стреляли В него на бегу Нет Не бежал я за ним Смысла бежать За ним не было Скрылся бы он Значит Стреляли стоя Стоя С того самого места Где он на вас напал Вроде Вроде Или с того самого С того самого Пожалуйста Покажите мне Это место На плане Вот здесь Он на меня напал У этого дерева Так Отсюда я и стрелял Угу И сколько было Произведено выстрелов Четыре Один вверх И три в убегающую Так точно Вы куда целились В ноги Ну тут дело такое Лишь бы не промазать А уж куда попадешь Ну вы не промазали Все три пули В цель попали Не многовато ли? Так вышло С какого расстояния Вы стреляли В Перхотино? Точно не скажу А вы вот по плану Пожалуйста Прикиньте Вот дом с мезонином А вот место Где он на вас напал Ну что ж Метров Двадцать будет Может Двадцать пять Так? Да Разрешите быть Свободным Товарищ Косачевский? Нет Не разрешу Ну что ж Как прикажете? Из этого кабинета Вы уйдете Уже под конвоем Прозоров А вы собираетесь Меня арестовать? Разумеется За что? Почему вы убили Перхотина Прозоров? Я действовал В соответствии С инструкцией Товарищ Косачевский Перхотин был убит Потому что Пытался бежать Если бы Не попытка К побегу А никакой попытки К побегу Не было Прозоров Но товарищ Косачевский Не было Кстати Вы кончали Краткосрочные курсы По криминалистике И судебной медицины При московском Уголовном розыске Нет Не успел Меня тогда В центр розыск Откомандировали Но простите вы Это к чему? А вот к тому Что если бы Вы кончали Эти курсы То смогли бы Придумать что-нибудь Более убедительное У вас Концы с концами Не сходятся Не понимаю Петр Петрович Прошу вас Зайдите Слушаю вас Вот Петр Петрович Да Гражданин Прозоров Не понимает Почему в его показаниях Концы с концами Не сходятся Он утверждает Что Перхотин Напал на него Пытался бежать А он В соответствии С инструкцией Открыл по нему После предупреждения Огонь Когда тот Находился от него На расстоянии 20-25 метров Верно я говорю Да Правильно это? Да Да А вот Извольте ли видеть Заключение экспертизы Один выстрел Произведен в упор А два других На расстоянии Не превышающем Полутора метров Одно это Исключает Вашу версию побеги Да Кустарин находился Рядом с вами Эксперт ошибся Ошибся Товарищ Косачевский Определяя дистанцию Эксперт Исходил Из воздействия На одежду Убитого Пороховых газов Следов опаления И пятен Копоти А ежели Учесть еще Направление Пулевых каналов Тут невозможно Ошибаться Прозоров Так что Ваше объяснение Выглядит Детским лепетом А ведь мы Располагаем Не только Заключением Экспертизы Вот показания Свидетеля Который После первого Выстрела Сделанного Кстати говоря Не вверх Как положено При попытке К бегству А в спину Кустаря Наблюдал За происходящим Через окно Малого зала Салона Искусств Хотите Познакомиться Если желаете Могу прочесть Прочесть Не смею затруднять Вас Гражданин Косачевский Так вот Эксперт Не ошибся На этот раз Похоже Ошиблись Вы и сильно Ошиблись Чего вы От меня Хотите Чистосердечного Раскаяния Нет А чего Что вы нам Объяснили Зачем вам Потребовалось Убирать Кустаря Я его Не убирал Он был Убит При попытке К бегству В полном Соответствии С известной Вам инструкцией А в соответствии С какой Инструкцией Вы убили Ювелира Глазукова Что? Спокойно Прозоров Спокойно Я же вам говорил Что учение Свет А не учение Тьма Если бы вы Прослушали Курс по Криминалистике Прозоров То это убийство Не было бы Возможно Раскрыто И по сей день Но вы Не прослушали Этого курса Отсюда и ошибки Но прежде всего Студент Института Гражданских Инженеров Который якобы Убил ювелира Пытаясь навести Нас на ложный след Вы дали полный простор Своей фантазии И зря Прослушав Соответствующий курс Вы бы сразу Сообразили Что нами В первую очередь Будут опрошены Все соседи Убитого И в результате Опроса Окажется Что студента Никто не видел Никто А человека В земгусарском Шевьетовом Френче Заметили Его видели Помимо Портного и Мадиски Ее сын Причем действительно Усы у него Выросли Только в день убийства И этим человеком В земгусарском Френче Были вы Прозоров Ложь Час назад Вас опознали По фотографии Прозоров Прозоров На повал Смерть Глазукова Смерть Кустаря И смерть Прозорова Если убийство Глазукова Можно было Объяснить корыстью То мотивы Убийства Кустаря Представлялись Весьма загадочными Здесь Прозоров Прозоров Ничем не мог Поживиться Личные счеты Прозоров Никогда Раньше С Кустарем Не сталкивался Да и где Судьба Могла Свести Бывшего Офицера А затем Военспец Красной Армии С московским Налетчиком Ведь в центре розыски Прозоров Проработал Месяца два Не больше Чем помешал Кустарь Прозоров Разрешите Леонид Порисович Заходите Петр Петрович Что новости Вроде того Похоже что Кустарь Сам того не ведая Прозорова За горло взял То есть Помните Кустарь Как-то обмолвился Что входная Дверь В пещеру Алладина Ну где его Все эти сокровища Дожидались Была обита То ли клеенкой То ли кожей Зеленого цвета Ну как же Как же Так вот Мы сейчас Закончили Обследование Квартир Всех доходных Домов На Покровке Только в двух Квартирах Двери Обиты зеленым Одна из них Находится На пятом этаже Бывшего дома Ругаева На Покровском Бульваре Ну это Общежитие Коммуны Красный факел Да-с Общежитие Там понятно Никакого ограбления Не было И не могло быть Что там возьмешь Так что дом Ругаева Сразу же Отпал Ну а где вторая В Белгородском Проезде Леонид Борисович Где именно В доме Котова Котова Позвольте Это там где Прозоров жил Да-с Там где Прозоров Уж не хотите ли сказать Что Кустарь Тогда ограбил Квартиру Прозорова Именно так Дверь этой квартиры Обита Зеленой Клеенкой Ха Хм Хм Может быть Совпадение Ну мы несколько раз Перепроверяли Леонид Борисович Ошибка исключена И драгоценности Алмазного фонда И экспонаты Харьковского музея Кустарь похитил Там у Прозорова И то письмо У Прозорова Хранилось Так Ну может быть Квартира была Ограблена Кустарем При прежнем съемщике Нет Прозоров Тогда уже Жил здесь Он вселился Сразу же После выписки Из госпиталя Он-то и обил Зеленой клеенкой Дверь Такую клеенку Выдавали по ордерам В пятнадцатом Распределителе Так дверь Обитая Зеленой клеенкой Если и не стала Ключом Ко всему делу То по крайней мере Помогла понять Не только убийство Прозорова Глазукова Но и убийство Кустаря Кустаря Погубила Слишком хорошая Память О Прозорова Нервы Проявил он Тогда немного Выдержки И вряд ли Борин Добрался бы До квартиры Зеленой дверью Но кто Такой Сам Прозоров Какие Ниточки Тянулись от него К основателю Всемирного храма искусств Полусумасшедшему Корейше Белогвардейскому Контрразведчику Винокурову И бывшему Командиру Анархистского Отряда Террористу Галицкому При обыске На квартире Прозорова Были обнаружены Семейный альбом С фотографиями Шкатулка Работы Позье Экспонаты Харьковского музея И набитые Документами Черный портфель Что за бумаги В портфеле Петр Петрович Документы Помахнувшие Стенограмма Речей Батьки Воззвания Декларации Выписки Из газеты Набат Ага Так Конференция Набат Призывает Всех анархистов И честных Революционеров К решительной Непримиримой Борьбе С советской Властью Петр Петрович А вот эта цедулька Датирована Прошлым месяцем Совершенно справедливо Все документы Свеженькие И два и два Успели обсохнуть Чернила Скажите Сухов Прозоров имел Какое-либо отношение К анархистам Проверяли Никаких данных Все утверждают Что политикой Он не интересовался В тот же день На квартире Прозорова Была организована Засада А на следующий Товарищ Прозоров Здесь проживает Проходьте Папаша Да ну Да ну Тихо Позвольте Тихо Позвольте Без рук А Христофор Николаевич Рад вас видеть Прошу вас Проходите Здравствуйте 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 Зачем же Это я вам Потребовался Давайте Сформулируем Вопрос Несколько иначе Кристофор Николаевич Что вам Потребовалось В прошлый раз В прошлый раз Мельком Виделись А вчера Телефонировал Мне на квартиру И назвал Адрес Прозорова Они кажется На сестрах Женаты Объяснил Что документы У него Оставил А сам Срочно Уезжать Вы бы могли Опознать Этого человека Вы что Его тоже Взяли Речь идет Об этом Альбоме Фотографии А Ну Давайте Выходит Упустили А ведь Начальство За это По головке Не поглазит Косачевский Кто У власти Стоит Добряком Не будет Портить Власть Человека Кропоткин Как-то Говорил Что Власть Можно доверить Только Ангелам Да и у тех Скоро Рога Выр Вот он Вот На этой Фотографии Только Далеко Он Не дотянетесь До него Косачевский Руки Короткие Фотографию Человека Привозившего Муратову Махновские Документы Мы в числе Других Показали Елене Эгерт Она Сразу же Опознала В нем Жаковича Финансировавшего В свое время Авантюру Олега Месмера Опознала Она И Прозорова С которым Жакович Знакомил Ее В конце Семнадцатого Года Она Подтвердила Что Жакович И Прозоров Были женаты На сестрах И поддерживали Приятельские Отношения В связи Со всем этим Возникла Версия Что письмо И драгоценности Которые Кустарь Похитил В квартире Зеленой Дверью Были получены Прозоровым От Жаковича Поэтому Я дал Задание Группе Сотрудников Отыскать Человека Который Бызнал Людей Из окружения Батьки Махно И Такого Человека Мне Вскоре Нашли Знали вы Жаковича Видите ли Нестор Иванович Пестренькая Доброская Любит Матросик С броненоса Потемкин Дерменджи У него Левый СССР Попов Что грозился За Марусью Спиридонову Пол Кремля Снести У него Юродивый Этот Корейша Где Тоже у него Вот и Беляка Этого Пригрел Жаковича Жакович Этот Между прочим Одно время С Корейшей Хороводился Дружба У них Была Храм искусств Что ли Сооружали Большими Ценностями Говорят Ворочали А какие Функции Были У Жаковича В Гуляй Поле Батька Его Больше По линии Разведки Использовал К примеру Летом 19-го Он Под видом Офицера Сыскного Отделения В Харькове Обосновался Говорили даже Что Большим доверием У Красавца Пользовался Чуть ли Не в друзьях Ходил У Красавца Интересно А кто это Красавец Так Кличка Заместителя Начальника Харьковской Контрразведки Полковника Винокурова А какая Кличка Была У Жаковича Аристократ А кто Закупал Для Махно Оружие В Харькове Группа Алексея Мрачного И Бориса Галицкого Да только Галицкому Не повезло Арестовала Его В Харькове Деникинская Контрразведка И Враспыл Не смог его Алексей Мрачный Выкупить Не сработало Там что-то Боевой Да Невезучий Был этот Галицкий Тоже ходил В друзьях У Корейши Идеалист Да А вы не знаете Где теперь Находится Полковник Винокуров Знаю Где На том свете Его туда Прямиком Без пересадки В сентябре Девятнадцатого Отправили На квартире Прищелкнули А кто Не знаю Белые В газетах Писали Что большевики Мало В это верю А Жакович Где Умахно Думаю Что так Хотя Мне говорили Что он Собирается В американские Соединенные Штаты Там В гуляй Поле Анархистка Американская Была Драуля Вот Вот Она Хочет Историю Русского Анархистского Движения Написать Говорят Собой Его Зовет Корейша Тоже В гуляй Поле После того Как Бориса Галицкого В расход Пустили Ушел Он От Батьки Что-то Среслось Там Говорили Его Махновская Контрразведка Ищет Так мы узнали Почти всех Действующих Лиц Из Разыгравшейся В Харькове В 1919 Году Трагедия Но Суть Этой Трагедии И все Ее Потайные Пружины Были Выяснены Позднее По всему Было Видно Что Центр Дальнейшей Разыскной Работы Необходимо Перенести В Харьков Тем более Что Путь В Гуляй Поле Где Находилась Ставка Батьки Махно Теперь Тоже Пролегал Через Этот Город Ставший Столицей Советской Украины Дело Заключалось В том Что В сентябре 1920 Года Махно Предложил Правительству Украины Союз Для Разгрома Врангеля Его Предложение Было Принято Махновская Армия Поступила В оперативное Подчинение Советскому Командованию Южного Фронта А в Харькове Обосновалось Махновское Посольство Через Которое Можно Было Позондировать И в Гуляй Поле В конце Сентября Я Откомандировал В Харьков Петра Петровича Борина А через Неделю Выехал Сам С С Прибытием Леонид Борисович Здравствуйте 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 Вон там наш Экипаж За углом Однако Быстро Вы добрались Да Всего трое Суток В пути Для условий Гражданской Войны В уголовный Разык Леонид Борисович Успеем А куда А никуда Немного Проедемся По голове А Воздух Такой воздух Только по карточкам К революционным Праздникам Выдавать По осьмушке На душу За время прогулки По городу Петр Петрович Рассказал мне Обо всех новостях Главной из них Было ожидаемое Прибытие в Харьков Жаковича Который должен был Сюда приехать С каким-то Поручением От Махно Но как с ним Побеседовать Проще всего Было бы конечно Задержать Жаковича И допросить его В уголовном розыске Или в Харьковской Чекан Но Жакович Был не частным лицом В кармане Его френче Лежал мандат Подписанный Батькой Это все Осложняло Советское правительство Украины И командование Южного фронта Были естественно Заинтересованы В скорейшем разгроме Врангеля И поэтому Старались Махно Бескрайней нужды И не раздражать Майковских Анархистов Которые После соглашения Смахно Чувствовали себя В городе Весьма привольно Мы беседовали В расположенной За сценой Длинной Узкой комнате Заваленной Пропахшими Карболкой Матрасами Неуютно Но безопасно О А вы гляжу Стали печься Своей безопасности Возраст Косачевский С возрастом Каждый человек Убеждается Что самый близкий Самый верный Его друг Это он сам А друзей Надо беречь Холить Хранить им верность Лучше изменить Идеям Чем друзьям Не правда ли Да Это вы привезли Прозору В шкатулку Работы Позье Перстень Калиостр И экспонаты Харьковского музея Разумеется Глеб хотел Переправить За границу Свою мать А на это Требовались деньги Большие деньги Да Но ваш подарок Не принес ему Счастья Из-за него Он убил двух человек И погиб сам Жаль Глеба Он был таким же Неудачником Как и Галецкий Мир праху его Вы оказывается Верите в Бога А вы только В Карл Маркса Я вам многое верю Жукович В том числе И в то Что вы Поможете Нам В розыске Ценности Алмазного фонда Зачем мне Помогать вам Косачевский Не вижу логики Ну зачем же Вам вдруг Потребовалась Логика По-моему Вы с ней Всю жизнь Сражались И насколько мне Известно Весьма успешно Ученик Каляева Чуть ли Не террорист Затем Ярый монархист Пацифист Фронтовой Герой Беншевик Член Совета Алмазного фонда И наконец Махновец Ну Где же тут Логика По-моему В вашей жизни Было все Кроме нее Браво Косачевский Браво Вы неплохо изучили Не только Мою биографию Но и характер Итак Что же вас интересует Как к вам попали Драгоценности Которые Вы привезли Прозорову Начните с ареста Галецкого Галецк Да Галецкий Был арестован В конце октября Якобы За скупку И продажу Оружия Анархистам Чем были Весьма Обеспокоены В штабе Деникинской Армии И я Сразу же Через Третьих Лиц Устроил Встречу Его Напарнику Алексею Мрачному С полковником Винокуровым А о том Что Винокуров Взятошник Знали все Поэтому В качестве Выкупа За Галецкого В Харьков Были переправлены Некоторые Драгоценности Алмазного Фонда Которые Галецкий Отдал На хранение Корейша Галецкий Читал его Своим Другом И все-таки Корейша Расставаясь С этими Вещами Предназначавшимися Для Всемирного Храма Искусств Как он Говорил Разве Не плакал Кровавыми Слезами Винокуров Конечно Не удовольствовался Этим И потребовал Лучезарную Екатерину Да Но Лучезарной Екатерины Полковник Не получил Узнав О новом Требовании Винокурова Корейша Скрылся Вместе С сокровищами Передав Галецкому Письмо Он писал Что не считает Себя вправе Жертвовать Во имя Дружбы Святынями Новой Религии Которые Через Несколько Лет Будут Исповедовать Миллионы И миллионы Людей Сбросивших С себя Вековые Цепи Рабства Да Галецкого Ждет Смерть Но разве Нерадостно Погибнуть Для грядущего Счастья Раскрепощенного Человечества В заключении Он уверял Галецкого Что Тот будет Отомщен Винокурова Убил Корейша Да Корейша Его приятель Я был В ту ночь Дежурным По сосному Отделению Послав На квартиру Убитого Трех сыщиков Я поехал В контрразведку Убийство Винокурова Было Весьма Кстати В последнее время Он подозревал Меня в связях С подпольем И ему Как я догадывался Удалось Перехватить Несколько писем Галецкого К Алексею Мрачному Где я упоминался Под кличкой Аристократ Ключи К служебному Сейфу Винокурова Я изготовил Давно Вот Пожалуй Все А какие Драгоценности Хранились В служебном Сейфе Только Те Что я Передал Прозорову Остальные Были у Винокурова На квартире Оказались У Корейши Зачем Вы отдали Прозорову Письмо Галецкого Он обещал Его переслать Матери Галецкому Контрразведке Махно Удалось Напасть На след Корейши Уж Не хотите ли Вы Завербовать Меня Свою бригаду Косачевский Нет Корейши Пока не Отыскали Правда Хвастался Тут один Из контрразведки Махно Что ему Удалось Кое-что Нащупать Ну мне Пора Косачевский Ну Что же Вы собираетесь Делать В Америке Баллотироваться В президенты Разумеется Или В гангстер Жизнь Коротка Косачевский А я еще Не был Ни тем Ни другим Надо Попробовать Логично Что Когда я Был вам Нужен Вы Мне льстили Убеждая Меня Что я Всю свою Жизнь Возвышался Над логикой А теперь Пытаетесь Меня Оскорбить Нет Косачевский Нелогично Раб Логики Это вы А я Ее Господин Так Что ж Пожелать Вам на Прощание Отыскать Основателя Новой Религии Увезен Им Ценность Желаю Хотя Я уверен Что Эти пожелания Не Сбудутся Жакович Ошибся Его пожелания Сбылись Два месяца Спустя После Нашего Разговора Начальнику Центра розыска РСФСР По полученным Оперативным путем Данным Нами был установлен Адрес Матери Гражданина Кореина Носившего Прозвище Корейша При обыске У гражданки Корейной Сотрудниками Розыска Были Обнаружены И в дальнейшем Сданы В Газхран Амулет Княжны Таракановой Лучезарная Екатерина И другие Ценности После Ликвидации Симферопольской Группировки Махновцев Сотрудниками Бригады Мобиль Было Установлено Место Пребывания Анархиста Кореина Корейшей У которого Оставалась Еще часть Ценностей Убедившись В том Что они Окружены Работниками Розыска Кореин И его Сообщники С помощью Динамита Взорвали Дом Вместе С находившимися В доме Погибла И часть Ценностей Алмазного Фонда Позже Сотрудниками Бригады Мобиль При содействии Местных органов Уголовного Розыска И Харьковской ЧК Уже к ноябрю Сего года Были Изъяты У различных Лиц Изданы В Газхран Ценности Алмазного Фонда Это подлинные Шедевры Русского Ювелирного Искусства При взгляде На них Невольно Вспоминаешь О знаменитом Левше Которым Удалось Подковать Английскую Блоху Начальник Группы Мобиль Косачевский Косачевский Субтитры создавал DimaTorzok